из Углегорска. Углегорс сейчас стал ключевой точкой на карте боёв в Донбассе. Оттуда мы ждём эксклюзивный репортаж нашего коллеги Александра Бузаладзе. Он стал свидетелем всех последних событий в городе, от штурма до взятия, и видел, как захлопнулся дебальцевский котёл, а многотысячная группировка украинских войск оказалась в окружении. Сейчас на бои идут уже на окраинах Дебальцева. Кроме того, сегодня ополчение закрепилось в южной части посёлка Каменка. Артиллерия силовиков тем временем методично утюжит жилые кварталы Донецка. Сегодня снаряды рвались в Петровском и Куйбышевском районах. Есть погибшие. Из зоны боевых действий наш фронтовой корреспондент Николай Долгачёв. В Донецке после очередного артиллерийского удара горят жилые дома. Это улица Коммунальная, Куйбышевский район. Снаряды падают всё ближе к центру. И в результате прямых попаданий здесь уничтожено сразу несколько зданий. В результате попадания снаряда произошло возгорание дома. Сейчас работают пожарные подразделения. Вот здесь и ещё на 21-м доме тоже работают. Очень часто обстреливают. В округе уже более двух десятков домов. Побитые, разбитые, были раненые, убитые даже в этом районе. Пожарные работают под обстрелом. Он продолжается. Снаряды взрываются то на одной, то на другой улице. Дома в огне. Взрыв. Я рядом в доме. Только зашёл. Сильный взрыв. Я открыл окно. Смотрю, крыша снесена у соседа. Взрывы шли постоянно по нашей улице выше, по новоэкономической. Но через пару минут пошёл до соседки, старая женщина, которую вытащил с под завала. Вот за этой, вот рядом этот дом. Она ранена была? Она в шоке была. 80-летняя Мария Порфирьевна, пролежавшая под завалами разрушенного дома, ещё не отошла от потрясения. Сарай зашла. Это самое. И бахнуло. Я поднимаю голову соседей. Вот это в квартире, в хате горит. Боже мой. Всё. Я кричу, Вася, опять же бомблять, я опять прижалася к стенке. Одна зла осталась. Раненые есть. Пострадали? У нас дедушка, два инфаркта. И сегодня мы его еле откачали. Третий, это последний инфаркт, если вы знаете. Мы его еле откачали. Ребёнок 16 лет. Я думала, заикаться будет. Она, прошло уже два часа, она разговаривать нормально не может. Потому что вот упала и накрыла. Погибших и раненых среди мирного населения всё больше. Привозили девочку с обстрела. Девочке 9 месяцев было. К счастью, ребёнок отделался лёгкими травмами. Потом девочка была прооперирована у нас в отделение микрохирургии кисти. Эти девочки годик и три месяца. А родители этой девочки, к сожалению, погибли в этом доме. Очень тяжело смотреть на людей, которые к нам привозят. Даже вот я помню слова одной женщины. К нам её привезли. Это как раз одна из пациентов, которая получила травму в районе ДК Куйбышева. Она женщина 43-го года рождения. Вот она говорит, я во время войны родилась, во время войны умру. Удары по Донецку всё мощнее. Украинские военные с помощью артиллерии пытаются изменить ход войны. Кроме того, силовики бросают армейские подразделения на позиции ополчения сразу на нескольких направлениях. Танковая атака под Еленовкой и Докучаевском. Она отбита. Силовики пытались деблокировать дебальцевский котёл ударом с севера. Безуспешно. Некоторые части прорывались из окружения. Понесли потери. Сегодня штурмовали передовые укрепления вооружённых сил Луганской республики в районе города Счастье. Артиллерийские удары по городам и посёлкам вдоль всей линии фронта. Наиболее интенсивные по Докучаевску, Донецку, Макеевке и Горловке. По периметру дебальцевского котла. Несмотря на это ополченцы сжимают кольцо окружения. Боистолкновения идут возле населённых пунктов Калиновка и Каменка. На этих кадрах видно, как ополчение входит в Чернухино. Его заняли молниеносно. Идут бои внутри посёлков Попасное, Троицкое в городе Светлодарске. В восточной части самого дебальцева уже закрепились силы народных республик. В контактных боях ополчение берёт верх. Военные, подчинённые Киеву, используют всё имеющееся вооружение. Из Горловки сообщают, что по городу бьют из пушек американского производства. Есть доказательства. По поводу того, что вы видите здесь на столе. Их доставили из Горловки. От снаряда калибра 155 мм. Используется артиллерийским системами стран НАТО. Данные системы не стоят на вооружении украинской армии. Это специальный снаряд 155-го калибра и самоходной артиллерийской остановки М109А1. Американского производства. Это вещественные доказательства иностранной помощи. Такими боеприпасами украинские военные обстреливают Горловку. Это кусок снаряда от Гаубицы, килограммов 15. Вот здесь иностранная маркировка. Калибр 155 мм. Это снаряд от реактивной системы залпового огня 75-мм. Такие не производятся ни на Украине, нигде на постсоветском пространстве. Только в странах Североатлантического альянса. То есть это НАТОвские боеприпасы. Маховик войны раскручивается всё сильнее. Украинская группировка в Дебальцево тает. Силовики вводят в бой всё новые части на других участках фронта, неся значительные потери. Киев пытается сделать невыносимой жизнь в Донбассе и военными, и экономическими средствами. Через линию фронта почти невозможно провести даже продукты. Уничтожаются промышленные потенциалы региона. Две шахты, одна в Донецке, вторая в Макеевке. Сегодня были обстреляны больше 500 человек, заблокированы под землёй. Их с трудом удалось эвакуировать. Николай Долгачёв, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести. Донбасс. 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 Донбасс.